Несмотря на довольно мрачную картину глобальных настроений в отношении риска, ключевые индексы США смогли укрепить мажорную динамику закрытия прошлой недели. Помощь пришла откуда не ждали. Спикеры Федрезерва, которые преимущественно портят настроение Фондовой Америки ястребийной риторикой, подарили в понедельник трейдерам надежду на остановку цикла ужесточения. В этом свете уже сегодня инвесторы снова приготовились слушать и оценивать сигналы. Аналитики группы компаний Инстафорекс уже готовы рассказать вам о главных новостях к этому часу и поделиться своим прогнозом. Вашему вниманию свежие обзоры рынка США. В торги понедельника, несмотря на мрачную геополитическую картину и крупное падение отдельных секторов, базовые индексы США завершили ростом. Эталон S&P500 поднялся на 0,63% до отметки 4 335 пунктов. Большую часть предрыночных торгов вторника биржевые топы Уолл-стрит провели довольно вяло, но ближе к открытию торгов в Америке ускорили мажорную динамику. Продолжить восходящую динамику возможно в случае прорыва выше уровня в 4 357 пунктов. Конфликт между Израилем и Хамас спровоцировали рост акций компаний энергетического сектора, а мягкая риторика спикеров РС помогла мегакапиталам обратить спять предшествующее снижение. В результате инвесторы переориентировались на вопросы, связанные с внутренним рынком США. Высокопоставленные представители Федрезерва заявили в понедельник, что рост доходности по долгосрочным казначейским облигациям США, который напрямую влияет на стоимость финансирования для домохозяйств и бизнеса, может удержать ФРС от дальнейшего повышения краткосрочной процентной ставки. Несмотря на то, что политики в ряде прогнозов, опубликованных в прошлом месяце, заявили, что в этом году вероятно потребуется еще одно повышение базовой ставки, инструмент FedWatch показал, что предполагаемая вероятность повышения ставки на предстоящем заседании ФРС резко упала с 27% в начале дня примерно до 14% после выступления двух чиновников. Вероятность повышения ставки на декабрьском заседании упала примерно с 36% до 24%. И уже во вторник фьючерсы на индексы сохранили сдержанно позитивное настроение, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась после миролюбивых комментариев политиков Федеральной резервной системы. Но не стоит забывать, что геопатическая напряженность никуда не делась, и сегодня рынки ждут новых сигналов от спикеров Федрезерва. Макроэкономический календарь сегодня пуст, а марафон важных событий начнется только лишь в среду – публикации протоколов Комитета по операциям на открытых рынках ФРС и индекса цен производителей. Учитывая еще и данные по инфляции, к концу недели инвесторы могут сегодня сохранить осторожный настрой в рамках биржевого дня. При этом на настроение рынка сегодня могут повлиять выступления Рафаэля Бостика из Федерального резервного банка Атланты, Нила Кашкари из Миннеаполиса, Мэри Дели из Сан-Франциско и председателя Совета директоров Кристофера Уоллера. Позитивного настроения может добавить и собрание Международного валютного фонда, который продолжил петь дифферамбы исключительно экономической мощи Соединенных Штатов. Хотя МВФ сократил свой прогноз роста для Китая и зоны евро, он оставил свой общий глобальный прогноз без изменений из-за того, что он назвал удивительной силой экономики США. Фонд повысил свои прогнозы роста экономики США на 2023-2024 годы на 0,3,5%, соответственно, до 2,1,5% годовых. На валютном рынке сегодня царят движения довольно вялые и осторожные. При этом спикеры Федрезерва немного сбили корону доллара в понедельник. В этот настрой перекочевал на внутридневные торги. Индекс доллара опустился до отметки 105,9 пункта. Что касается прогнозного диапазона движения котировки, то на сессию он очерчен в границах к значению 105,70 и 106,30. Движения внутри дня были относительно сдержанными, поскольку трейдеры ждали протоколов последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду. Что касается канадской валюты, то актив сегодня нивелировал часть достижений предыдущей сессии. Пара USDCAD ближе к открытию бирж в США торговалась вблизи значения 1,3600. Пара предпринимает попытки коррекции вверх на фоне снижения цен на сырую нефть и позитивной динамики на рынках акций и, по сути, может подрасти к отметке 1,3640. Но если же ситуация снова ухудшится, а такая вероятность является высокой, то пара может снова развернуться вниз и упасть к отметке 1,3500, поддерживаемой возобновлением роста цен на сырую нефть. Криптовалютный рынок во вторник продолжил топтаться в красной зоне, хотя темпы падения активов и были более скромными. Биткоин к открытию торгов США подошел на 0,6% ниже и торговался у отметки 27,340. Что касается прогнозного диапазона для биткоина, то актив снова подобрался к значению в 27,350 долларов и, если он удержится тут, то может восстановиться до отметки в 27,750 и даже в 28,000. Альтернатива это будет снижение до уровня 26,650. Криптовалютный рынок сегодня отражает общее неприятие риска. При этом, несмотря на распродажу активов, биткоин укрепляет свое доминирующее положение. Кроме того, Робин Линус, разработчик биткоинов, представил концепцию BitVM в официальном документе под названием BitVM вычислять что угодно на биткоинах. Потенциальные применения BitVM могут варьироваться от игр до проверки доказательств действительности биткоин-контрактов и даже соединения BTC с другими цепочками. Таким биржевой день в США видят аналитики группы компании ИнстаФорекс. Надеемся, наш обзор поможет вам легче ориентироваться в рыночных движениях. Мы всегда открыты для ваших вопросов и предложений, так что пишите нам смело, всем профитам и до новых встреч на канале. До свидания. Увидимся завтра.